Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим машинно-аппаратурную схему линии производства сахара белого из сахарной свеклы. Вы, наверное, знаете сахар белый под другими именами кристаллический сахар, сахар песок. Последние нововведения в ГОСТ переименовали этот вид продукта в сахар белый. Технологические операции линии производства сахара белого следующие. Транспортирование и предварительная очистка свеклы. Мойка свеклы, нарезание свеклы и получение свекловичной стружки. Извлечение сока из свекловичной стружки, физико-химическая очистка диффузионного сока, выпаривание сока и очистка сиропа. Уваривание утфеля, кристаллизация сахарозы и отделение утфеля, центрифугирование. Сушка, охлаждение, сортирование и упаковка сахара песка. Рассмотрим подробнее машинно-аппаратурную схему линии производства сахара белого из сахарной свеклы. Машинно-аппаратурная схема линии производства сахара белого из сахарной свеклы представлена на слайде. Свекла со склада краткосрочного хранения, так называемой бурачной, в виде свекловодяной смеси в соотношении 1 к 6, 1 к 7 подается в приемный бункер 1 главного гидроконвейера, состоящего из нижнего и верхнего участков. Нижний гидроконвейер 2 заглублен в земле с уклоном в сторону стеклоподъемной станции. На входе в главный гидроконвейер для предотвращения заторов установлены наклонная и горизонтальная решетки 3. В конце гидроконвейера установлен регулятор потока, пульсирующий шибер 4. Из нижнего участка гидроконвейера свекловодяная смесь перекачивается свеклонасосом 5 в верхний гидроконвейер 6, размещенный на высоте более 20 метров. Дальнейшее перемещение ее для выполнения различных технологических операций происходит за счет силы тяжести. При движении по металлическому гидроконвейеру корнеплоды подвергаются очистке попеременно в ботво-соломо-ловушках и камне-ловушках. Легкие привиси улавливаются в ботво-соломо-ловушках 7 и 9, а тяжелые в камне-ловушках 8 и 10. Далее свекловодяная смесь проходит через дисковый водоотделитель 11, где корнеплоды освобождаются от транспортерно-моечной воды. Обломков свеклы, песка и мелких свободных примесей и подаются в свекломойку 12 для отмывания от земли и других прилипших примесей. Количество примесей составляет при ручной уборке 1-3% к массе свеклы, а при механизированной уборке комбайнами от 8 до 10%. Количество воды, подаваемой на мойку свеклы, зависит от степени ее загрязненности, конструкции машины и в среднем составляет от 60 до 100% к массе свеклы. Из машины 12 корнеплоды поступают на свеклоополаскиватель 13, где производится окончательный смыв грязи с поверхности свеклы и очистка ее от посторонних примесей. Из свеклоополаскивателя корнеплоды поступают на второй водоотделитель 14, где от них отделяют моечную воду и ополаскивают хлорированной водой, подаваемой через форсунки и направляют на элеватор 15. В сточные воды гидравлического конвейера и моечной машины попадают отломившиеся хвостики свеклы. Небольшие кусочки и мелкие корнеплоды. Всего 1-3% к массе свеклы. Поэтому транспортерно-моечная вода с обломками свеклы из водоотделителей подается в ротационный хвостика-улавливатель 16. Отделенные в улавливателе обломки свеклы, солома и ботва поступают в классификатор хвостиков 17. Здесь обломки свеклы отделяются от соломы и ботвы и направляются на свеклоополаскиватель 18, а из него подаются насосом на элеватор и перерабатываются вместе со свеклой. Растительные примеси сбрасываются на конвейер 19. Отмытая свекла поднимается элеватором 15 на контрольный конвейер 20 с электромагнитным сепаратором 21 для улавливания феромагнитных примесей. И поступает на автоматические весы 22, расположенные над свеклорезками. Взвешенная на автоматических весах свекла выгружается в бункер-накопитель 23. Из бункера-накопителя свекла подается в свеклорезку 24 для получения свекловичной стружки. Для хорошего экстрагирования свекловичного сока стружка должна быть гладкой, упругой и без мезги. Хорошая свекловичная стружка представляет собой длинные и тонкие полоски свеклы желобчатого, прямоугольного или ромбовидного сечения толщиной 0,5-1 мм. Конвейером 25, на котором установлены автоматические ленточные весы 26, свекловичная стружка направляется в непрерывно действующий диффузионный аппарат 27. В качестве питательной воды используются сульфитированные аммиачные конденсаты или барометрическая вода из сборника 29, а также очищенная жомопрессовая вода из сборника 28. В корнеплодах сахарной свеклы содержится 20-25% сухих веществ. Из них на содержание сахарозы приходится 14-18%. Растворенная в клеточном соке сахароза может быть извлечена из клеток только после денатурации, свертывания протоплазмы с ее полупроницаемой оболочкой. Поэтому для нормального протекания диффузионного процесса свекловичную стружку предварительно нагревают до 70-80 градусов Цельсия. Сахар извлекается из клеток ткани корнеплода противоточной диффузией, при которой стружка поступает в головную часть аппарата 27 и движется к хвостовой части, выделяя сахар в движущуюся навстречу экстрагенту, высолаживающей горячей воде. Из конца хвостовой части аппарата выводится стружка с малой концентрацией сахара, а экстрагент, обогащенный сахаром, выводится как диффузионный сок. Из 100 кг свеклы получают приблизительно 120 кг диффузионного сока. В сок попадает 1,5-3 грамма на литр мезги, которую отделяют в мезголовушке 32, а затем подают в сборник 33. Выгружаемый из диффузионного аппарата жом поступает в шнек водоотделитель 30 и подается в отжимной пресс 31, затем на сушку и складирование. В среднем количество жома, удаляемого из аппарата 27, составляет 80% к массе свеклы. Диффузионный сок подается из сборника 33 на физико-химическую очистку, которая состоит из ряда последовательных стадий. Предварительная диффикация осуществляется в аппарате 34, куда кроме сока подается известковое молоко и суспензия сока второй сатурации для формирования осадка несахаров. Из предцификатора сок поступает на первую ступень основной диффикации в аппарат 35, где смешивается с известковым молоком для проведения реакции разложения несахаров. Известковое молоко в количестве, соответствующем расходу поступающего сока, подается из мешалки известкового молока 36 дозаторами 37. После первой ступени основной диффикации сок поступает в сборник 38 и насосом подается в подогреватель 39, где нагревается до температуры 85-90 градусов Цельсия и направляется в диффикатор 40 на вторую горячую ступень основной диффикации. В перерывную коробку диффикатора добавляется известковое молоко для повышения фильтрационных свойств осадка сока первой сатурации. Из диффикатора 40 сок поступает в циркуляционный сборник 41, где смешивается с 5-7 кратным количеством рециркуляционного сока первой сатурации. В аппарате 42 подвергается первой сатурации и самотеком поступает в сборник сока первой сатурации 43. Далее, пройдя обогреватель 44, сок перекачивается насосом в напорный сборник 45, расположенный над листовыми фильтрами 46. Сгущенная суспензия из фильтров 46 через мешалку 48 и напорный сборник 49 подается в вакуум фильтры 50. Фильтрат отводится из вакуум фильтров через вакуум сборник 51 в сборник фильтрованного сока первой сатурации 47. Образующийся фильтрационный осадок поступает в мешалку 52, а из нее направляется на поля фильтрации. Фильтрованный сок первой сатурации, нагретый в подогревателе 53 до температуры 92-95 градусов Цельсия, подается насосом в дефикатор 54 на дефикацию перед второй сатурацией. Во всасывающий трубопровод насоса вводится известковое молоко. Из дефикатора сок самотеком поступает в аппарат 55 на вторую сатурацию. Обрабатывается там диоксидом углерода и направляется в сборник 56, откуда насосом перекачивается в напорный сборник 57, расположенный над листовыми фильтрами 58. Сгущенная суспензия из фильтров 58 подается в мешалку 59, откуда перекачивается на пред дефикацию. Фильтрат из листовых фильтров поступает в сборник 60. После фильтров сок второй сатурации сульфитируется диоксидом серы в сульфитаторе 61 и собирается в сборнике 62, откуда насосом подается для контрольной фильтрации на фильтр 63. Фильтрованный сок второй сатурации собирается в сборнике 64. Сгущение сока ведут в два этапа. Сначала его сгущают на выпарной установке до содержания сухих веществ 65%, при этом сахароза еще не кристаллизуется. А затем после дополнительной очистки вязкий сироп на вакуум аппарате сгущают до содержания сухих веществ 92,5-93,5% и получают утфель. На первом этапе сок направляется насосом через три группы подогревателей 65 в корпус 66 в выпарной установке. Она предназначена для последовательного сгущения сока второй сатурации до концентрации густого сиропа. При этом содержание сухих веществ в продукте увеличивается от 14-16% в первом корпусе до 65-70% сгущенный сироп в последнем. Свежий пар поступает только в корпус 1, а последующие корпуса обогреваются соковым паром предыдущего корпуса. Из корпуса 1 сок проходит последовательно корпус 2,68, корпус 3,69, корпус 4,70 и концентратор 71, сгущаясь до определенной плотности. Выпаренная из сока часть воды в корпусе 1 образует вторичный пар, который используется для обогрева последующего корпуса и так далее. Образующийся в выпарных аппаратах конденсат отводится через конденсатные колонки 67 в сборнике конденсата. Из выпарной установки полученный сироп поступает в сборник 72, откуда насосом подается в сульфитатор 73. В сульфитатор также подается колеровка. Сахар. Раствор сахара второй кристаллизации и сахара аффинада. Сульфитированный сироп с колеровкой направляется в сборник 74. Затем смесь нагревается в подогревателях 75 и направляется в напорный сборник 76, откуда подается для фильтрации фильтр 77 и поступает в сборник 78. Фильтрованная смесь насосом направляется в сборник 79 перед вакуум аппаратами. Выпаренная из сока часть воды в корпусе 1 образует вторичный пар, который используется для обогрева последующего корпуса и так далее. Из сборника 79 смесь поступает в вакуум аппарат 80 и уваривается до содержания сухих веществ 92,5%. Таким образом сироп уваривается до пересыщения. После введения сахарной пудры сахароза выделяется в виде кристаллов и образуется утфель первой кристаллизации. Он содержит около 7,5% воды и 55% выкристаллизовавшегося сахара. Утфель первой кристаллизации, утфель 1, спускают в приемную утфелемешалку 81. Из нее утфель поступает через утфеле распределитель 82 в центрифуге 83, где под действием центробежной силы кристаллы сахара отделяются от межокристального раствора. Этот раствор называется первым оттеком. Частота первого оттека 75-85%, что значительно ниже частоты утфеля. Чтобы получить из центрифуги белый сахар, его кристаллы промывают небольшим количеством горячей воды, пробеливают. При пробеливании часть сахара растворяется, поэтому из-за центрифуги отходит оттек более высокой частоты. Второй оттек. Первый оттек направляют в сборник 84. Второй в сборник 85. Из центрифуги 83 промытый сахар-песок влажностью 0,8% выгружают на виброконвейер 86. Элеватором 87 поднимают сушильно-охладительную установку 88 и высушивают горячим воздухом температурой от 105 до 110 градусов Цельсия до влажности 0,14%. Готовый сахар-песок содержит комки и феромагнитные примеси. Последние удаляют с помощью электромагнитного сепаратора, подвешенного над ленточным конвейером 89. В сортировочной установке 90 удаляют комки, а сахар-песок по размеру кристаллов разделяют на фракции и подают в бункера 91, расположенные в упаковочном помещении. Воздух, отсасываемый вентилятором из сушильно-охладительной установки, очищается от сахарной пыли в циклоне сухой очистки 92 и в циклоне влажной очистки 93. Уловленная сахарная пудра и комки сахара-песка растворяются соком второй сатурации в мешалке 94 и далее раствор поступает в колеровочную мешалку 104. Первый и второй оттёки, полученные при центрифугировании утфеля 1, перекачивают соответственно в сборники перед вакуумаппаратами 95 и 96. Утфель второй кристаллизации, утфель 2, уваривают из второго и первого оттёков утфеля 1 в вакуумаппаратах 97 до содержания сухих веществ 93%, в том числе около 50% кристаллического сахара. Утфель 2 спускают в приёмную утфелемешалку 98 и опрыскивают горячей водой. Через утфеле распределитель 99 утфель направляют в центрифуге 100, где он центрифугируется с отбором двух оттёков, которые направляют в сборники 101 и 102. Из центрифуг сахар второй кристаллизации шнеком 103 подаётся в колеровочную мешалку 104, где он растворяется, колеруется в фильтровальном соке второй сатурации. Затем колеровку направляют на сульфитацию совместно с сиропом. Для уваривания утфеля 3 кристаллизации утфель 3 в вакуумаппаратах 108 последовательно забирают второй и первый оттёки утфеля 2 кристаллизации из сборников 105 и 106. И аффинационный оттёк из сборника 107. Содержание сухих веществ в утфеле 3 доводят до 93,5-94%. Через приёмную утфелемешалку 109 его спускают в кристаллизационную установку 110, где проводят дополнительную кристаллизацию сахара при искусственном осаждении утфеля. В последней утфелемешалке кристаллизационной установке утфель для снятия избыточного пересыщения межкристального раствора нагревают на 5-10 градусов Цельсия. И через утфеля распределителя 111 подают в центрифуге 112, где его центрифугируют без промывания сахара водой с отбором одного оттёка милассы в сборник 113. Милассу из сборника направляют через напорный сборник 114 на весы 115, взвешивают и перекачивают в ёмкости на хранение. Сахар третьей кристаллизации смешивают в аффинаторе 116 с первым оттёком утфеля первой кристаллизации, получая аффинационный утфель с содержанием сухих веществ 89-90%. Аффинационный утфель центрифугируют на центрифугах 117 отдельно от утфеля второй кристаллизации. Сахар аффинат промывают горячей водой, отбирая два оттёка вместе и направляют их в сборник 118. Откуда перекачивают в сборник 107 для уваривания утфеля третьей кристаллизации? Сахар аффинат подают шнекам 103 в колировочную мешалку 104 и растворяют фильтрованным соком второй сатурации вместе с сахаром второй кристаллизации. Представленная машинно-аппаратурная схема линии производства сахара белого является базовой схемой. На свекло-сахарных заводах схема переработки свеклы в сахар может отличаться. Каждый завод выбирает свою компоновочную схему под свои нужды. Вы посмотрели видео-лекцию по теме машинно-аппаратурная схема линии производства сахара белого. Спасибо за внимание. Делитесь этим видео, отправляйте его в ваши социальные сети Facebook, ВКонтакте, Telegram, Twitter. Отправляйте ссылку на это видео в WhatsApp. Тем, кому это будет интересно. А также подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы получить уведомления. Комментируйте это видео, задавайте ваши вопросы. Я на них отвечу. Всего вам доброго и до новых встреч.